МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Лыбецком бульваре. Инициативы и планы городских властей в эфире программы. Почему так много? Жители в горроще недовольны резко возросшими цифрами в квитанциях за оплату коммунальных услуг. В музее теперь можно и бесплатно. Для всех российских школьников отныне двери музеев открыты. Ну а теперь обо всем подробнее. Прошлые выходные и первые дни этой недели выдались по-настоящему снежными. Снег, нападавший на улицы и тротуары, создал немало неудобств автомобилистам, пешеходам, да и городским властям. Хотя за уборку снега взялись коммунальщики весьма рьяно. Администрация города сообщала о круглосуточной работе как снегоуборочной техники, так и почти двух сотен рабочих. Начиная с этих выходных, работники коммунальных служб работают практически в авральном режиме. Уборка снега, она была организована, вы можете видеть сами об этом. Улицы города чистые, они свободны для проезда, обработаны. И в общем-то гололеда практически нигде нет. А где он только появляется, мы сразу засыпаем его песком. Обратил внимание на проблему с вывозом снега губернатор Олег Ковалев. Он поручил региональному министру транспорта и автомобильных дорог, а также главам администрации районов, обеспечить своевременно расчищать улицы. Сейчас снег мокрый, как только морозы ударят, он превратится в наледи, потом ничего не сделаем с ним. Сейчас зачищаться, зачищаться, зачищаться. Коммунальщики сообщают, что основной вывоз снега производится в вечернее и ночное время суток. Основной проблемой, которая мешает нормальной работе снегоуборочной техники, коммунальщики считают неправильно припаркованные автомобили. Помимо снегоуборочной техники, также ночью будут работать эвакуаторы, поэтому убедительная просьба водителей транспортных средств не оставлять свои автомобили на проезжей части в избежание последующих проблем с возвратом своего транспортного средства со спецстоянки. Такие меры, конечно, будут применяться только к нарушителям. Однако, чтобы городские дороги и тротуары были чистые, надо идти на помощь коммунальщикам и уважать их нелегкий труд. На этой неделе стало известно о планах чиновников муниципалитета весной прекратить работу известного многим горожанам стихийного рынка на Лыбецком бульваре. Сообщается, что рынок переедет на территорию неподалеку от стадиона «Спартак». В марте текущего года планируется начать работы по благоустройству территории Лыбецкого бульвара. Представители администрации Рязани обратились к владельцам несанкционированных торговых точек с просьбой до 15 марта территорию бульвара освободить. Знаменитую барахолку планируется перенести на свежеасфальтированную дорожку на улице Горького близ стадиона «Спартак». По данным городминистрации, в рамках благоустройства Лыбецкого бульвара будут проведены работы по организации парковой зоны. Установлено искусственное освещение, ночная подсветка, также будет разбит газон, размещены пешеходные дорожки, оборудованы детские и спортивные площадки. В общем, в ближайшем будущем в нашем городе появится отличное место для прогулки и проведения семейного досуга. А теперь к бытовым проблемам простых горожан. К нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома по улице Щерса, 35, корпус 1. С просьбой разобраться в неповерных поборах со стороны местной управляющей компании. Дело в том, что за последние полгода сумма к оплате за горячую воду в местах общего пользования почему-то выросла более чем в 150 раз. Жители многоквартирного дома по адресу улица Щерса, дом 35, корпус 1, что в Гороще, жалуются на внезапно и резко подражавшую горячую воду. По данным счетов видно, что еще в конце лета прошлого года цены по оплате вполне адекватны. Но начиная с октября месяца и по сегодняшний февраль стоимость горячей воды возросла даже не в разы, а в геометрической прогрессии. За январь жильцы счета уже просто не оплачивают. Сумма дошла почти до 4 тысяч рублей. Что странно, такая картина наблюдается только в одном доме по улице Щерса. Мы собрались из-за того, что нам, не объясняя ничего, ОДН, горячая вода, мы оплачиваем очень большие суммы. В среднем это, если выйдет, примерно тысячи полторы с квартир, а то и больше даже, две тысячи. Это сколько надо вылить горячей воды, чтобы платить такую сумму. В теплосети, там, значит, говорят, это потому, что у людей не стоят счетчики, потому что, говорят, расходуют много воды, а может где-нибудь вода в подвале льется. И никто ничего толком, то есть помощи никакой, ниоткуда. А в подвале сухо. Есть формула, по которой рассчитываются общие домовые начисления. Эти общие домовые начисления там не могут превышать определенную сумму на каждую квартиру. Эта сумма превышена в десятки раз. По словам жильцов, бить тревогу и защищать свои кошельки от неадекватных расценок они начали еще в декабре. Писали письма и обращались в свою управляющую компанию, теплосеть, водоканал, администрацию города. Кто-то должен за это отвечать-то. Откуда они берут такую сумму-то. Водоканал, я вот лично звонила, мне сказали, ходите, проверяйте, кто тут, сколько прописан, у кого квартиранты живут. Ну не наш один дом в Рязани. Мы-то не должны ходить. Не наш один дом в Рязани такой, понимаете, ведь ни у кого такое безобразие нет, как у нас. Кубы, они нам не выставляют, они нам ставят только сумму. Только сумму. И каждый месяц больше и больше и больше. Было бы объяснение хотя бы, объяснили товарищи, такая и такая ситуация в вашем доме. Но ничего же никто не говорит, просто негласно вот так взяли и в карман залезли к каждому из нас. Мы обращались в те пять домов, которые вот рядом с нами стоят. У них такого нету. Такое ощущение, что все начисления по утечке воды, по отоплению подъездов, по уличному освещению ложатся только на один наш дом. Пока что можно сказать с абсолютной уверенностью, что жильцы настроены решительно и будут добиваться своей правоты вплоть до судебных разбирательств. Как показывает практика, в таких случаях жильцам главное не сдаваться. Как сообщили жители этого дома по улице Щерса, они уже подготовили коллективные заявления в прокуратуру на неправомерность действий своей управляющей компании. Ну а то, что люди могут решать свои коммунальные проблемы и добиваться правоты, подтверждает следующий видеосюжет о жильцах дома по улице Гоголя 13. Там, напомним, люди были недовольны трубой отопления, которую коммунальщики почему-то забыли, как надо изолировать. И потому каждый год от испарения в подъездах и даже квартирах стояла повышенная влажность. Возле дома номер 13 по улице Гоголя на протяжении шести лет, не прекращая, шел пар из элеваторного узла. Сюжет об этом прошел в эфире нашей телекомпании на прошлой неделе. Дом насквозь пропитался влагой. Испарения проникали в квартиры местных жителей, которые, кстати, в большинстве своем являются пенсионерами. Пожилые люди круглый год задыхались в собственном доме из-за повышенной влажности. Шесть лет приходили комиссии, записывали, смотрели, уходили. Письма с жалобами оставались без ответа. Но спустя неделю ситуация изменилась. Аварийная служба вдруг решила элеватор починить. Жители дома смогли, наконец, спустя шесть лет вздохнуть полной грудью. 29 января теплосеть исправила вот эту вот свою ошибку. Заизолировать трубы пока не заизолировали. Сказали, что приедут, заизолируют. А в узле управления поставили новые задвижки. Как оказалось, проблема была вот в этом колодце. За годы эксплуатации он полностью забился песком и мусором. Еще сказали, что летом будут делать всю вот эту теплотрассу. Оказывается, можно было исправить ситуацию за считанные часы, вместо того, чтобы годами мучить людей. И сколько еще горожан живут вот так, в постоянном ожидании чуда. Видимо, платить деньги за коммунальные услуги стало для нас делом привычки. Мы уже и не надеемся на ответную реакцию. Но разве так должно быть? Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпания «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. А теперь к другим темам. Вечером в четверг 5 февраля вступил в силу президентский указ о призыве резервистов на военные сборы в 2015 году. Как указано в документе, военные сборы будут проходить в вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД, в органах государственной охраны и ФСБ. Продолжительность места и время проведения такой переподготовки определяют в Министерстве обороны и других силовых ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. Но она не должна превышать двух месяцев. Когда и в каких регионах начнутся сборы, официальные источники пока не разглашают. В 2014 году боевая переподготовка прошла в период с августа по октябрь. Надо сказать, что военная подготовка запасников в России проводится каждый год. На этой неделе 2 февраля в России отмечался День воинской славы. Ведь именно в этот день, в 1943 году, бойцам Красной Армии удалось сломить сопротивление фашистов под Сталинградом. Памятные мероприятия прошли в центре Рязани у Монумента Победы. Цветы к вечному огню в память о героически павших защитниках Сталинграда возложили ветераны Великой Отечественной войны, рязанские школьники и простые горожане. Минуты молчания собравшиеся почтили память павших на полях сражений Сталинградской битвы. Для меня этот день самый тяжелый, что я прошел всю Великую Отечественную войну. Там были вовсе самые страшные бои, жертвы большие. Поэтому я его вспоминаю всегда. А после Сталинграда уже было воевать легче, потому что мы не отступали, а наступали. Поэтому я этот день чту как Великой Праздник. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что вы увидите во второй части выпуска. Говорить надо культурно. В Рязани школьникам напомнили о запрете нецензурной лексики. Теперь можно и по интернету. У осужденных рязанских колоний теперь появилась возможность заказывать посылки через мировую электронную сеть. В музее бесплатно. Для всех российских школьников отныне двери музеев открыты. Продолжать программу обзор происшествий, произошедший на минувшей неделе. Сотрудники полиции в прошлые выходные провели рейды в Рязани и области, направленные на пресечение незаконной деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции. В результате было выявлено 13 нарушений. Полицейскими были проверены заведения общественного питания в самой Рязани. В ряде кафе из-за бегалого города сотрудники полиции обнаружили нарушения в сфере оборота спиртного и алкогольную продукцию с признаками контрафакта. Нарушения были задокументированы. Кроме того, на этой неделе в ходе полицейских рейдов было пресечено 8 нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Полицейские изъяли 128 литров спиртного. В региональном центре нарушения были выявлены сразу в нескольких торговых точках города. С целью наживы магазина не брезговали продавать алкоголь в нарушение законодательства после 10 вечера. Полицейские на регулярной основе проводят профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений комендантского часа. По данным ведомства, введение регионального закона об ограничении нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22 часов привело к значительному снижению преступлений в отношении детей и с их участием. Практически ежедневно сотрудники региональной госавтоинспекции сообщают о страшных дорожных происшествиях. Вот и 4 февраля произошло сразу два крупных ДТП. В ночь на вторник в Шиловском районе на 274-м километре трассы Москва-Челябинск 33-летний житель Воронежской области, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь в направлении столицы, сбил насмерть мужчину, который шел непосредственно по проезжей части. Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода в непосредственной близости от нерегулированного пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Вечером того же дня в Рязани на улице Ленина напротив кинотеатра «Родина» произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд Кокус» и «Лады 10-й модели». Со слов водителя иномарки, его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, так как он применил экстренное вторможение перед внезапно затормозившим автомобилем, следующим впереди него. В результате происшествия водитель «Жигулей» и две его пассажирки с множественными переломами госпитализированы в лечебное учреждение города Рязани. Водитель «Форд Фокус» и еще две пассажирки «Жигулей», получив сотрясение головного мозга, после оказания медицинской помощи были отпущены. А рязанскими наркополицейскими была уничтожена первая в этом году партия наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. Всего 15 наименований ядовитых смесей общей массой 14,5 килограммов. Наркотики были изъяты сотрудниками наркоконтроля в период с 2012 по 2014 год. Они являлись вещественными доказательствами по 22 уголовным делам, участниками которых стали 24 фигуранта. Такой была эта неделя для рязанских силовиков. А о том, что налагаемые штрафы все-таки лучше оплатить, повествует следующий видеоматериал. Иначе санкции будут, если не суровыми, то весьма неприятными. 240 часов общественных работ. Своевременная неуплата штрафов чревата малоприятными последствиями. 35-летний рязанец полностью убедился в этом. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах. И, несмотря на строго установленные законом сроки, нарушитель все забывал вовремя оплатить штрафы, за что и был вынужден предстать перед судом. На данном гражданина был составлен административный протокол по статье 20.25 уклонения от исполнения административного наказания. Санкции данной статьи предусматривают административный штраф в двухкратном размере, а также административный арест до 15 суток. Для принятия законного обоснованного решения данный гражданин был доставлен в мировой суд Железнодорожного района. 240 часов на свежем воздухе, по мнению суда, неплательщиков разумят. Мужчина над своим поведением подумает, время у него на это будет, а заодно и улицы любимого города приведет в порядок. И пусть его пример заставит задуматься любителей повременить с выплатами административных штрафов. Пришлось пообщаться с сотрудником полиции и активистом движения СтопХам. На неделе они провели свою первую в нынешнем году акцию. Чем она завершилась, расскажет Оксана Тебенихина. Минувшая неделя ознаменовалась очередным скандалом с участием рязанских активистов движения СтопХам. Первый в этом году рейд закончился для молодых людей в отделе полиции номер 4. СтопХамовцы по обыкновению одаривали неправильно припаркованные автомобили наклейками. Акция проходила на улице Праволыбецкой. По заявлению одного из автовладельцев, получивших на лобовое стекло такую наклейку, на место прибыли сотрудники полиции. Когда активисты поинтересовались, по какой статье их хотят привлечь, один из присутствующих сотрудников ответил однозначно. По какой? По расстрельной. По расстрельной. Такая, по мнению активистов, дерзость лишь подзадорила нарушителей. Но в итоге молодые люди покорно проследовали в отделении. Правда, не все. Некоторые из них заблаговременно покинули место разбирательств. В участке с юными СтопХамовцами провели профилактическую беседу и пояснили, что порча чужого имущества – это настоящее хулиганство. И за это рано или поздно придется нести ответственность. На том и разошлись. Бороться с хамством лучше еще с детства. На неделе в городских школах прошли классные часы, акции и другие мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. В Рязанской школе номер 11 прошел традиционный день без сквернословий. Старшеклассники, участники волонтерского отряда «Добрые сердца», рассказали своим однокашникам о том, что матом с молоду ругаться – дело неблагодарное. Да и взрослому человеку не солидно как-то использовать в своем лексиконе острые словечки. Кроме того, ребята раздавали ознакомительные брошюры. Настя, что ты говоришь, что делаешь, так нельзя делать. Просто я сама вообще не ругаюсь матом. И считаю, что ругаться матом – это отрицательная черта характера и вообще речи у человека. С учениками младших классов волонтеры провели открытый урок, на котором в игровой форме ребятни показали, как некрасиво выглядит грубый, невоспитанный человек. Проблема культуры общения в нашей стране стоит достаточно остро. Молодое поколение должно осознавать, что грамотное владение речью – это показатель общей культуры человека и его развития. Поэтому владение русским языком, культурой речи, постоянное ее совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять достойное место в обществе, быть достойным гражданином своей страны, пользоваться уважением окружающих. Посему подобного рода акции и уроки крайне полезны и важны. А работники пенсионного фонда сообщают о изменениях, которые касаются будущих пенсионеров. С 1 января 2015 года в рамках введения новой пенсионной формулы трудовые пенсии граждан Российской Федерации заменены страховой накопительной пенсиями. И теперь, чтобы не вышло недоразумений, горожанам необходимо предоставлять соответствующие документы. Основной вид пенсии у нас – это трудовая пенсия по старости, или сегодня называется страховая пенсия. То хочу сказать, что для ее назначения гражданин может обратиться как по месту прописки, или по месту временной регистрации в территориальный орган пенсионного фонда. Для этого он должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность, иметь трудовую книжку на руках или копию заверенную трудовой книжке, иметь страховой полис пенсионного страхования и справочку о среднемесячном заработке за 5 лет подряд. Также будущим пенсионерам важно знать, куда именно они смогут обратиться с заявлениями о назначении пенсии. Учитывая то, что мы обслуживаем граждан, проживающих на всей территории Рязанской области, то хочу сказать, что у нас в каждом районном центре имеется управление или отдел пенсионного фонда. Поэтому для обращения за назначением пенсии предоставлять документы надо непосредственно в эти управления и отдел, которые находятся в том или ином районном центре или в городе Рязани. Кстати, в последнее время, как утверждают работники пенсионного фонда, рязанские работодатели активно взаимодействуют с фондом. Результат этой практики – сокращение числа визитов в отделении пенсионного фонда и, соответственно, времени приема. И также пенсионер может самостоятельно выбирать способ доставки денег – либо через почту, либо через банк. В соответствии с законодательством имеются два способа доставки пенсии. Это доставка через почтовую связь или через кредитное учреждение, то есть систему коммерческих банков. Для этого гражданин при предоставлении документов на назначение пенсии заполняет заявление о способе доставки, где он указывает, или он будет получать пенсию через почтовую связь, или через какой-то кредитный банк. Для того, чтобы выбрать наиболее понравившийся способ доставки пенсионных выплат, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России заявлением. Накануне во второй колонии, это на Ворошиловке, состоялась пресс-конференция по вопросам новой современной услуги для осужденных. С недавнего времени заключенные могут заказывать посылки через интернет-магазин. О том, как работает новая форма оплаты, рассказал директор предприятия торговли «Калужская» в СИН России Андрей Мухеддинов. Побывал во второй колонии Олеся Харлина. Обычные рабочие в колонии получают 3000 рублей в месяц. Те, кто отбывает наказание согласно строгому режиму – 1000. Делать покупки в магазине можно не более чем на 500 рублей. Все рабочие разделены по бригадам, и у каждой из них свой персональный день похода за покупками. Как работают в соседних регионах интернет-магазины? Родственники или друзья заключенного заходят на сайт в СИН-заказ, заполняют стандартную форму и отправляют заявку. Оплатить ее можно через электронные кошельки, банковские терминалы или переводом с карты. Как правило, срок доставки занимает всего 3-4 дня. Либо сам осужденный выбирает, чего ему не хватает на данный момент, и тоже отправляет заказ, оплачивать который будут его близкие. Тем, кто отбывает наказание в Рязанской колонии номер 2, такие перспективы явно по душе. Перечень ассортимента увеличится, то есть, соответственно, вы друг другу уже верите, да, ваша организация и так далее. Это одна сторона. А другая сторона то, что я думаю, все-таки лимит ограничения все-таки должен сняться, потому что везде эта практика уже есть. Это не входит, то есть, в основную политику уголовно-исправительного кодекса 20 килограмм, которых не хватает, не секрет, да, что мы съедаем это за 2-3 дня. Будет определенный досмотр проводиться, не как раньше, то есть, могут досмотреть, развернуть и так далее. Сейчас вынуждены родственники передавать там в развернутом виде и так далее, из упаковок вынуты и так далее. То есть, магазин уже будет давать гарантии, то есть, качество продуктов. После полученной заявки сотрудники магазина начнут собирать заказ. Если подтверждается, что человеку положены посылка или бандероль, ему их выдадут. Людям больше не нужно специально ехать из другого города, стоять в очередях, а потом нести в изолятор тяжелые пакеты, дабы порадовать оступившегося сына лишним килограммом печенья. У меня пожилые родители, я сам уже тоже в возрасте. И до этого времени, очень много времени, средства затрачивали на то, чтобы сюда попасть, далека едут из Москвы, из Питера. Чтобы сузить круг бытовых и технических вопросов, которые неизбежно появятся с организацией на территории рязанских колоний интернет-магазинов, и была организована пресс-конференция, возглавил которую Андрей Мухеддинов, директор предприятия торговли «Калужская» в Сен-России. Когда мы заключаем договора именно по интернет-поставке, мы всегда говорим посылщику, что товар должен быть зафиксирован на определенное время. Скоро узнаем, насколько быстро приживется популярная услуга в нашем регионе. Ну а теперь к новостям, связанным с культурой. Посещение всех российских музеев стало бесплатным для детей и подростков до 18 лет. Такое решение было принято для того, чтобы подрастающая молодежь уже с молодых лет приобщалась к прекрасному. О том, как это министерское решение отразилось на посещаемости выставок и экспозиции, выясняла Ирина Ковалева. О том, что дети в России смогут бесплатно посещать музей федерального значения, уже с начала 2015 года стало известно в декабре 2014. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. Также он уточнил, что свободный вход будет открыт всем лицам, не достигшим 18 лет, независимо от гражданства. По новым правилам, как и положено, в январе уже начали работать Федеральные музеи Рязани и области. В том числе и самый крупный музейный комплекс – Рязанский Кремль. Здесь уже по прошествии месяца работы в новом режиме подводят итоги. Если сравнить посещаемость за январь 2014 года и январь 2015 года, то она увеличилась почти в два раза. Например, я специально сегодня с утра посмотрела, в прошлом году, в январе, наш музей на эти новогодние каникулы, мы все вместе за месяц, за январь, посетила около тысячи школьников. А в этом году, почувствуете сами разницу, почти две тысячи. Конечно, теперь увеличение посещаемости доходов музея не повысит. Однако, по словам того же Мединского, региональные власти должны найти способ самостоятельно компенсировать недостаток дохода. Ведь музеи – это в первую очередь места исторического и культурного просвещения. И чем больше там будет детских лиц, тем лучше. На этом сегодняшний эфир программы «Время говорить» подошел к концу. Желаем вам приятных выходных, а любителям спорта удачно поучаствовать в воскресной гонке «Лыжня России-2015». А на сегодня это все. И до встречи в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин